Футбольный клуб «Порту» – португальский футбольный клуб из одноименного города. В начале 1990-х годов объявили, что в 1893 году в «Порту» клуб основал торговец с вином Антонио Николао де Алмида, первый познакомившийся с футболом во время своей поездки в Англию. Нет никаких сведений о клубе вплоть до прежней официальной даты его основания в 1906 году, когда Монтейру де Кошта возродил клуб, домашний стадион клуба «Драгао», построенный в 2003 году в рамках подготовки к Евро 2004. После 51 года выступления на «Дашантаж» Порту вместе с «Бенфикой» и «Лиссабонским спортингом» формируют «Большую тройку» в Португалии. Порту дважды побеждал в Лиге чемпионов и по одному разу в Кубке УЕФА и Лиге Европы УЕФА. Клуб был первым, кто повторил результат Ливерпуля в 1976-1977 годах, выиграв сначала Кубок УЕФА, затем став первым в Лиге чемпионов. История основания клуба и первые годы 28 сентября 1893 года коммерсант Антонио Николао Далмида Руск, экспортировавший Портвейн в Англию, объявил о создании футбольного клуба под именем «Футболклаб до Порту». День основания был выбран не случайно – 28 сентября, день рождения правившего тогда короля Португалии Карлуша и его супруги Амелии. Родившихся в один день Антонио Далмейда был убежденным монархистом. Также официальными клубными цветами стали цвета королевского дома Португалии – белый и синий. На первый же матч команды были приглашены король с супругой. Однако жена самого Далмейда и англичанка Хильда Рамси ненавидела футбол и настояла, чтобы муж оставил свою новую забаву и сосредоточился на винном бизнесе. После этого клуб фактически прекратил свое существование до августа 1906 года. В августе 1906 года за возрождение клуба взялся близкий друг Далмида Жозе Монтейру Дакошта Руск, также регулярно бывавший в Англии. Ради своей затеи он отказался от места в руководстве оздоровительного клуба группа Дадестина, пользовавшегося государственной финансовой поддержкой. В течение нескольких месяцев были созданы штат клуба, его устав, совет директоров, а также появились второстепенные секции легкой атлетики, бокса, крикета, тенниса и водного пола. В апреле 1907 года в Португалии появилось первое футбольное поле Кампуда Руа Дарейнха Руск, размером всего лишь 50 на 30 метров. В том же году у клуба появился свой отдельный офис, что тогда могла себе позволить далеко не каждая организация в Португалии. Был выписан тренер Кассани из Франции, был сыгран первый международный матч с испанской командой Фортуна из Вига, закончившийся поражением. Первый трофей Порту выиграл в 1912 году кубок имени Жозе Монтеиро Дакошты, а перебравшись в следующем году на поле Кампо де Конститю и Кайруск, побеждал в большинстве региональных чемпионатов. В 1920-е годы, в 1920 году, Порту одолел в Лиссабоне Бенфику со счетом от трех до двух. Уж тогда соперничество между двумя городами имело место во всех сферах жизнедеятельности. В то время преимущество Лиссабона было подавляющим. К примеру, в составе сборной Португалии в первом товарищеском матче со сборной Испанией в 1921 году был лишь один представитель из Порту. До 1922 года эмблемой клуба служило изображение мяча синего цвета с аббревиатурой FCP посередине. В 1922 году на логотип команды перекочевали герб города Порту и надпись «Инвиктос драконом». С этого времени за командой закрепляется прозвище «Драконы». В том же году Порту впервые завоевал титул чемпиона Португалии, в финале одолев спортинг. Три года спустя клуб повторил свой успех. Наибольший вклад в победу внес голкипер Михай Шишко-Русск. В 1930-е годы, в 1933 году клуб переехал на новое место, заняв здание на площади имени генерала Умберту Дилгаду Русск. Открылись новые подразделения в составе клуба гимнастики, баскетбола и хоккея на траве, регби, гандбола, настольного тенниса. Увеличилась вместимость стадиона Компо де Конститюйка Русск до 20 тысяч зрителей. Однако даже эта цифра не отвечала количеству желающих посещать стадион, поэтому было решено начать возводить новую арену. На топовые матчи клуб арендовали другие стадионы Порту, Амиал и Иштаде Удалима. 1930-е годы стали удачными для клуба. Он выиграл чемпионат Португалии дважды в 1932 и 1937 году. В 1935 году ему покорился чемпионат Лиги. Порту выиграл первый официальный чемпионат Португалии в сезоне 1938-1939 годов, а в следующем сезоне сумел защитить свой титул. Ведущим игроком той команды был форвард Артур Ди Соуза Пинга. 1940-1970 годы Годы с 1941 по 1977 в португальском футболе отмечены полным превосходством лиссабунских клубов. Бенфика и Спортинг разыгрывали национальный титул между собой лишь дважды. В 1956 и 1959 году позволили Порту занять первое место в чемпионате. К 1945 году у Порту было 8000 организованных членов клуба, плативших регулярные членские взносы. У клуба были добавлены секции бильярда, волейбола и велоспорта. Число трофеев росло, но футбольных среди них не было. В футболе господствовали лиссабонские гранды лишь в сезоне 1940-1941 допустив Порту на второе место. Как правило, команда занимала четвертое место в чемпионате. В истории Порту того периода выделяется товарищеский матч против лондонского Арсенала в 1948 году, в котором драконы одержали победу со счетом 3-2. Арсенал в то время считался лучшей футбольной командой Европы. Матч проходил на переполненной арене и штате удалимо в Порту. Впечатленные поклонники Порту изготовили из собранных средств с призвесом 300 кг, 130 из которых приходились на долю серебра и вручили команде. На волне этого успеха клубное руководство начало вкладывать в развитие инфраструктуры. В 1949 году началось строительство нового стадиона «Дашантаж Руск». Торжественное открытие стадиона состоялось 28 мая 1952 года в присутствии 50 тысяч зрителей при вместимости 44 тысяч. В сезоне 1955-1956 секунды и помощью бразильского тренера Даривала Книппела устреча клуб смог прервать длительную серию неудач и выиграть чемпионат. Тогда же состоялся дебют команды в Еврокубках. В первом раунде Кубка чемпионов Порту уступил Атлетику из Бильбао. Три года спустя команда вновь смогла выиграть чемпионат под руководством Венгра Белы Гутмана. Тогда у Порту был сильнейший состав Португалии. В той команде блистали Педро Туруск, Монтейро Дакошта Руск, Фредерико Боригано Руск. В 1960-е годы Порту вновь отошел на вторые роли. Команда не могла составить серьезной конкуренции Бенфики. Во главе со себе клуб смог выиграть всего один Кубок Португалии в этот период. В 1976 году команду возглавил бывший игрок Порту Жозе Мария Педро Туруск, внедривший новые методики тренировок и сумевший избавить ее от Лиссабонского синдрома. Клуб в первом же сезоне под руководством Педро Туруск выиграл Кубок Португалии. А в двух следующих сезонах 1977-1978 и 1978-1979 Порту дважды подряд сделал дубль, выиграв чемпионаты Кубок Португалии. С тех пор Порту является безусловным лидером португальского футбола. В сезоне 1979-1980 Порту не удалось в третий раз подряд взять чемпионство руководства клуба. В лице Пинту Дакошты Русск обвинила Педро Туруск в неудаче, тот в ответ сам ушел в отставку. 1980-е годы успехи на международном уровне после трех сезонов без трофеев Пинту Дакошты Русск, занявший президентское кресло в клубе, публично извинился перед Педро Туруск и убедил вернуться его на место главного тренера Порту. После возвращения Педро Туруск, дела команды пошли в гору, несмотря на то, что на национальном уровне ситуация мало изменилась. В Европе Порту за короткое время стал одним из ведущих клубов. В 1984 году клуб впервые добрался до Еврокубкового финала, встретившись в Базилии с Ювентусом в финале Кубка Кубков и уступил в равной борьбе. Однако, взяв в следующие два года два чемпионских титула и Кубок страны, Порту в 1987 году выигрывает Кубок чемпионов. Одолев на своем пути Мальтийский Рабат Аякс, Чехословацкий Витковицы, Датский Брондбю, Киевская Динамо и в финале одолев Баварию со счетом от 2 до 1 на стадионе Пратер Вене. Взлить за этим Порту берет Суперкубок Европы, выиграв у Амстердамского Аякса оба матча со счетом от 1 до 0. Затем ему покоряется и межконтинентальный кубок. Противостояние с уругвайским Пиньеролем на Олимпийском стадионе в Токио, добившись победы все с тем же счетом от 1 до 0. В том триумфальтом составе Тон задавали алжирец Рабах Маджер, признанный лучшим в Африке футболистом по итогам 1987 года. Польский голкипер Юзеф Млынарчик Пауло Футри, бразилец Казагранда, обладатель двух золотых бутс Фернандо Гумиш, рекордсмен на тот момент по числу матчей за сборную Португалии Жуао Силва Пинтуруск. Добившись успехов на международнем уровне, Порту стал возвращать лидирующие положения на национальном. Порту стал самым богатым и успешным клубом Португалии. К концу 1980-х популярность выросла настолько, что пришлось немного опустить вниз газон стадиона «Да шантаж русск», чтобы расширить трибуны и повысить их вместимость. Клуб также открыл свои печатные издания «Лоха Сулы» и «Ревиста Драгос» продолжал увеличивать количество секций клуба по новым для себя видам спорта. В 1990-е годы доминирование в Португалии. В 2000 году Порту стал одним из 14 клубов-учредителей организации G-14, объединяющей ведущие футбольные клубы Европы. Помимо Порту в G-14 входят Аякс, Барселона, Бавария, Боруссия, Интер, Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Олимпик Марсель, Милан, ПСЖ, ПСВ, Реал Мадрид и присоединившийся позднее Арсенал, Байер 04, Леон и Валенсия. В 2003 году Порту под руководством Жозе Муренью выиграл Кубок УЕФА, Суперлигу Португалии, Кубок и Суперкубок страны. В следующем году клуб победил и в Лиге чемпионов. После ухода Муренью из клуба в 2004 году Порту продолжил доминирование на внутренней арене, одержав победы в чемпионатах 2006, 2007, 2008 и 2009 годов. В причастой смене тренеров, в связи с коррупционным скандалом, связанным с подкупом президентом клуба Дакошты и судей в сезоне 2003-04, Порту изначально был исключен из розыгрыша Лиги чемпионов 2008-09. Однако впоследствии спортивный арбитражный суд отменил это решение. 22 июня 2011 года главный тренер Порту Андре Виллаш Бааш, бывший ранее помощником Жозе Муренью в Порту, Челси и Интере, проработав всего лишь один сезон, покинул команду и вскоре возглавил Челси. Его место занял опытный португальский наставник Витар Перейра, бывший помощником на этот раз Виллаша Бааша. Он смог привести команду к двум чемпионствам подряд. Вывел команду в 1-8 финала Лиги чемпионов 2012-13. Однако был заменен на специалиста Пауло Фонсека, который помог команде Пасуш де Феррейра занять третье место в португальском первенстве сезона 2012-13 и впервые пробиться в квалификацию Лиги. Чемпионов Порту возместит около 1 миллиона евро за досрочное расторжение контракта специалиста его бывшего клуба. Это произошло на фоне переходов полузащитников Жуау Маутини и Хамеса Родригеса в Монако, за которых клуб смог выручить 70 миллионов евро. В целом, за прошедшие 10 лет Порту выручил на трансферах более 500 миллионов евро. Самые дорогие продажи, совершенные за это время это Халк в Питерске, Зенит Радомель Фалькао в Атлетика, Хамес Родригес в Монако, Рикарду Карвалью в Челси, Пепи, Реал. Отличительной особенностью этих переходов является то, что ранее клуб приобретал этих и многих других игроков за сравнительно небольшие суммы, порой из не самых известных клубов, либо они приходили в клуб бесплатно. Такие финансовые успехи оказались возможны благодаря отлично выстроенной скаутской системе. Переключению фокуса поиска игроков с южноамериканского рынка на африканский, способностью договариваться с агентами и представителями клубов игроков и, безусловно, отличной тренерской школой. Стоит отметить, что драконы умеют зарабатывать даже на трансферах тренеров. Досрочные разрывы контрактов с Жозе Мауреньо и Андре Виллыш Баашем обошлись в свое время. Челси в 15 миллионах евро история выступлений. Титулы Национальные титулы Чемпионат Португалии Чемпион 1934-35 1938-39 1939-40 1955-56 1958-59 1977-78 1978-79 1984-85 1985-86 1987-88 1989-90 1991-191 1991-192 1992-193 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 2002-03 2003-04 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-20 2010-11 2011-20 2011-20 2012-20 2013 Кубок Португалии Обладатель 1921-22 1924-25 1931-32 1936-37 1955-56 1957-58 1957-58 1967-68 1967-68 1976-77 1983-84 1983-84 1987-88 1991-1993 1994-1993 1994-1997-98 1999-1998 1999-1999 00-2000 2001-200 2002-03 2003-200 2005-06 2008-09 2009-20 2009-20 2010-11 Финалист 1923-24 1930-31 1952-53 1958-59 1960-1969 1960-61 1963-64 1963-64 1977-78 1979-80 1980-81 1982-83 1984-85 1991-92 2003-04 2007-08 Кубок Португальской Лиги Финалист 2010-2013 Суперкубок Португалий Обладатель 1981-1983 1983-1984-1986-1990-1991-1993-1994-1996-1998-1999-2001-2003-2004-2006-2009-2010-2011-2012-2013 Финалист 1979-1985-1988-1992-1995-1997-2000-2007-2008 Международные титулы Лига Чемпионов УЕФА Кубок Европейских Чемпионов Победитель 1987-2004 Лига Европы УЕФА Кубок УЕФА Обладатель 2003-2011 Кубок Обладателей Кубков УЕФА Финалист 1984-1984 Суперкубок УЕФА Обладатель 1987-2007 Финалист 2003-2004-2011 Межконтинентальный Кубок Обладатель 1987-2004 Тренеры, известные игроки, текущий состав